Книга «Исход» Ну, пока вы открываете, я вам напомню предысторию того, о чем мы будем читать. Моисей подставил своего тестя Иоффора, и вот в один из таких дней, когда он ушел с овцами в горы, он увидел куст, горит и не сгорает. Он пошел к кусту, и из куста из этого к нему взывает Бог, и говорит, 7 стих. «И сказал Господь, я увидел страдание народа моего в Египте, услышал вопль его от приставников его, знаю скорби его, и иду избавить от руки египтян, вывезти из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананиев, Хисеев, Амареев, Ферезеев, Иевеев и Иусеев». И вот уже вопль сынов Израилев дошел до меня. Я вижу угнетение, каким угнетают египтяне. И смотрите, 10 стих. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей, вот к нему обращается Господь, да? Это серьезное ответственное дело, правда? Но Моисей боится туда идти. Почему он боится туда идти? Он там убил человека, его там посадят. Кроме того, 40 лет он там уже не был, что там произошло, он не знает. Вообще не хочется, ему так хорошо. Вообще не хочется. Ну нормально, он живет, спасет овец, у него жена, дети, все нормально. Вы думаете, он так и сказал Господу? Господа говорит, ну не хочу. Я боюсь, я не хочу идти, меня все устраивает. Ну, ставь меня в покое в конце концов. Пошли к кому-то другого. Смотрите, какая была на нем маска. И Моисей говорит Богу, ну кто я, чтобы мне идти к фараону и вывезти из Египта сынов Израилевых? Какая-то маска на нем одета. Проекция. Это они виноваты. Я так не пойду. Я-то им все расскажу. Но они скажут, нет, мы не знаем ничего. Можно даже здесь рационализация, да, рационализировать такое свое. Я, конечно, пошел, но они все равно не поймут. Тогда какой-то смысл идти. Представляете, это наш патриарх. Бог снимает эту маску и говорит Моисею, Я есть сущий и Егова. Так скажи сынам Израиля, сущий послал меня к вам. Ну, и дальше он здесь говорит Моисею, помогает разобраться с этим, что значит сущий и как это должно происходить. Четвертая глава, первый стих. Вы думаете, это была последняя маска у Моисея? И отвечает Моисею и говорит, А вот не поверят они мне и не послушают голоса моего и скажут, а не являлся тебе никто. Какая маска? Ну да, можно сказать, что отрицание. Отрицание? И рационализация тоже. В общем, тоже все здесь, да, вот они как бы вместе. Представляете, сколько на нем было масок, а? Да. Говорит ему Господь, что у тебя в руке? Ну и дает ему чудо, жезл превращается в змея, снимает эту маску. Являлся тебе Господь. И вот чудо тому свидетельством. Десятый стих. Моисей говорит Господу, о Господи, да я человек неречистый. Я такого был и вчера, и третьего дня. И когда ты стал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю, косноязычен. Какая маска? Там опять, вы знаете, еще одна. Еще одна маска. А что, если это не маски, а, допустим, все-таки, если поставить себя на место Моисея? Давайте дочитаем до конца, Николай. И Господь снимает эту маску и говорит, а кто дал уста человеку? Кто делает его немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Иди, я буду при устах твоих. Я научу тебя, что тебе говорить. И вот смотрите, тринадцатый стих. Масок больше не осталось у Моисея. И Моисея говорит, Господи, ну пошли кого-нибудь другого. Что ты ко мне пристал? Понимаете, он это не говорит сразу. Вот на чем здесь говорят? Он прячет свое нежелание... За какими-то другими масками. За доводами. Доводы. Он пытается найти какие-то доводы. А вот они мне не поверят. А вот как тебя зовут? А вот я косноязычен. А вот мне сказать нечего. А вот вообще кто ты такой? И вот как только Бог ему снимает с него вот эти все доводы, убирает их, вот эти все маски, за которыми прятался Моисей от истинной проблемы. И вот он... Проблема у него в чем? Он боится туда идти. Просто, да, проблемы-то я применю. Он боится туда идти. Вот его проблемы. Мы хотим, чтобы вы правильно понимали маска. Мы это часто говорят. Может быть, это не маска, а сущность человека. Мы сейчас не говорим там сущность, не сущность. Мы говорим о том, что... Человек прячет свою истинную, какую-то проблему... За объяснение. Пытает ее объяснить. Отрицать, объяснить, проектировать на кого-нибудь другого. То есть, вместо того, чтобы просто прямо сказать... Да, 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 мы про это говорим. И мы очень часто себя вот именно так ведем. Вот мы что имеем по словам маски. И вот смотрите, 14 стих. И только после этого возгорелся гнев Господина Моисея. Только после этого, когда масок уже не осталось. Ну что играть с маской? Что с ней разговаривать? С маской не разговаривайте. Прекращайте игру. Помогайте снять маску. И только после этого уже разговаривайте с человеком. Вот, вот твоя проблема. Вот давай о ней говорите. Но он должен сам к ней дойти. Если вы будете сдирать и говорите, а, да я знаю, у тебя проблемы, ты вон сам очкалик. Ну, типа того, да, или там... Плохо видишь. Плохо видишь. Разве глаза, открой уши. Ты вообще не духовный. Понимаете, человек сам должен сказать, я, наверное, что-то недопонимаю, я, наверное, что-то недослышала. Наверное, что-то не понял. Почему это так? Ну, он сам это должен сказать. Понимаете? Если человек говорит, да у меня жена такая, вот она сама во всем виновата. Это проекция. Это проекция. Да мы пытались, но вот смотрите, у нас такие обстоятельства. Рационализация. Да, обстоятельства. А кто выше обстоятельств? Или ты ниже их? Мы все обстоятельства живем. А вот скажите, а с вашей точки зрения, вот, допустим, когда Бог послал Лениндионы, у него были маски, или же это он просто хотел, утвердиться, что действительно это от Бога. Ну, нам все кажется, что он хотел утвердить. Ты, Миша, ну, когда он эту шерсть... Шерсть, да. Да, да, да. Но, нет, сначала, когда он, ему ангел явился, Кидион сказал, он начал приводить тоже доводы, да? Но вот там доводы, он говорит, я из племени там незнанного, да? Я и человек сам небогатый, незнанный. То есть, и вот здесь вот он маску одевает, или... Ну, там надо анализировать весь, всю жизненький дом. Понимаете? То есть, если это просто так поврается, концепт, я сейчас, говоря, не помню. Просто здесь про Моисейма... В принципе, вполне возможно, что это были и маски, потому что, ну, представляешь, ну, ты представь, ты живешь среди верующих людей, ты прекрасно понимаешь, что значит, слово Божие. И к тебе является ангел и говорит, так, Николай, я посланник от Бога, и Бог, вот тебе чудо, что это действительно его слова, ты должен сделать то-то, то-то и то-то. Точно от Бога? А ты уверен? Дай-ка я тебя пощупаю. Ну, в принципе, это свойственно, да? Вот, то есть, если это действительно, любому, ну, хочу утвердиться, то есть, каждую ситуацию надо прощать. Потому что, вот с Моисеем, она явно прям видно, страх, он потом сам в этом признается. Страх. А во всех ситуациях нужно, конечно, вот смотреть. То есть, я просто проведена, не пугаю. Я не помню эту ситуацию. Надо просто, даже вот интересно, знаете, вот если каждого изучать, вот героя, действительно, не смотрите, просто как библейские герои, а как люди. А мы все с масками. Вот, я думаю, наверное, вы здесь все сидите и все что-то в себе обнаружили. Я много раз, ну, до сих пор, Авраама, ну, как сказать, я не пойму, да? Да. Первый раз он идет, куда? В Египет, и он говорит, Сара, ты скажешь, что ты моя сестра, да? Да. То есть, потом проходит время, уже они, как бы, уже непорядочные. И научены вроде. И научены уже вроде. И опять он говорит, Сара, ты скажешь, что ты моя сестра. А что дальше? А с его сыном происходит? То же самое? Исаак тоже свою жену, с сестрой отдала? Ну, ладно, у Исаака нету опыта, допустим, а у Авраама уже был опыт, уже он это прошел, и опять повод. Представляете, сколько пришлось Богу вот работать с Авраамом, чтобы он достиг такой вот вершины. Момент, когда его уже проверял последний раз, он бытие, там 28 глава, да, жертвоприношение сына. Хотя вы учтите, там ведь сын, как подросток его рисует, мальчишка малолетка. Это, в общем-то, ему было уже 30 с лишним лет. Ну, кто как говорит, но, в общем-то... Ну, если смотреть по Писанию, там много ему, даже и юноша, это уже был взрослый, зрелый мужчина. В 30-ти годах. Если бы хотелось, вы бы обработали. Конечно, конечно. И выделал бы. Вот. То есть, вот эти вещи, нам сейчас задают еще такой вопрос, а можно ли вообще жить без масок? Вот, вы знаете, вот психологи, вот мы слышали, все на эту тему, вот в светских университетах, там вообще прям конкретно утверждается, даже есть тест специальный по маскам, вот, и там есть даже такой вот, как бы называется, критическая отметка. То есть, в каждой маске должно быть не больше, если больше, это же отклонение. Но вот в каждой маске обязательно должно быть. И наоборот, получилось так интересно, когда с Мишей этот тест сдавали, у нас получилось самое маленькое количество, вот, и, значит, компьютер расслаб comic, у нас, по-моему, с тобой, вообще там, получилось что-то... Почти, практически по ноля. практически по ноля. Семеновский. И, значит, компьютер выдал, значит, какой же, что отсутствие личности, что-то такое было. Нам было так вот интересно, и наша преподавательница говорит, ну вы понимаете, так же вот не может быть. Может быть, вы неправильно отвечали на вопросы? Мы говорим, ну вообще, знаете, у нас немножко другое. Ну она в принципе знала, что мы верующие, все, то есть меня от того не скрывали. Она говорит, ну как вот можно-то? Вы что, хотите сказать, что вот везде вот так вот? Вот вы никогда не, вот сейчас не играете? Она говорит, вы вообще сейчас без масок? Я говорю, ну я не знаю, вам судите, вы специалисты, вы ваши судите. Но мы говорим то, что у нас на сердце. Тем более я этот тест не знаю, конечно, в принципе, со временем ты уже начинаешь как-то прослеживать. Я уже знаю правильный ответ по всем тестам. Но тогда это было в самом начале, вот тогда как бы просто вот отвечали. Знаете, уже как бы… Вы у нее в масках, но очень хорошо заинспирировались. Ну, кстати, в любом тесте есть вопрос на ложь. То есть, врешь ты, когда отвечаешь или ты отвечаешь действительно честно? То есть, в каждом тест заложен вот этот вопрос. Ну, компьютер не выдал, что мы с тобой не купили тест на ложь. То есть, компьютер показал, что мы отвечали честно. То есть, мы тест на ложь как бы выдержали вот в этом тесте. То есть, он достаточно серьезный, там был тест больше трехсот вопросов. Мы немножко его модифицировали, мы сделали у нас пятьдесят вопросов. Вот когда-то мы проводим… Вообще, интересный очень тест. Вот когда-то мы будем делать есть подробное учительство, у нас будет курс. Мы все эти тесты, конечно, мы хотим, чтобы и люди прошли их. Потому что нам самим надо как бы вот знать диагноз, прежде чем мы пойдем на душу учительства. И когда вам будут давать эти тесты, чтобы вы работали с людьми, чтобы вы сначала себя оценили, а потом уже к этими тестами с людьми работали. Очень-то интересные такие тесты. Вот. Но нам была интересная реакция вот нашей, конечно, учительницы. Образовательный ресурс видеосеминарий ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Ну и вот выводы там, так вот они быстро, просто давайте мы сейчас обговорим. Что путь к учреждению в театре «Масок эгоизма» проходит в таких пять фаз. Романтическое – это до и сразу после свадьбы, то есть еще чувства переполняют. Мы еще не знаем как, знаем свою цель, быть счастливыми. Но как мы это достигнем, мы не знаем, потому что только еще все начинается. Дальше вторая фаза – фаза переходная, то есть уже возникают какие-то проблемы. Такое раннее супружество, то есть мы уже начинаем замечать какие-то недостатки. Но чувств еще много, чувств еще переполняет. Ну ладно, это все уляжется. Девиз этой фазы можно назвать так. Надеюсь, что это безобразие. Долго не продлится. И она опять будет нежная такая, ласковая лапочка. И она будет нежно, пушистая, и у нас все будет в прямочеке. Следующая стадия – реальность. Вот это очень такая серьезная фаза, и на ней очень многие застревают. И совершенно не понимают, как они вообще окажут сразу на пятой фазе. Потому что слишком долго начинают вариться в третьей фазе, в реальности. Когда мы уже начинаем понимать, что мы разные люди. У нас разные друзья. У нас разные какие-то взгляды. Мама его лезет к нам. Так, маму не трогай. Теща – да. А маму не трогай. Откуда-то дети появляются. Надо ими заниматься. Что это такое? А он вообще не понимает ничего о воспитании детей. Вообще ужасно. Нет, я все понимаю, но рыбалка важнее. Потому что у нас с друзьями отговаривают. Вот, вот. Ты-то не работаешь, дома сидишь. Вот, вот, вот. То есть вот фаза реальность, да? И мы начинаем здесь, вот, в чем она опасна. Мы начинаем друг друга переделывать. Почему? Потому что я-то в порядке. Я каким был, таким и остался. Это с ней что-то произошло. Это я в норме. Вот я в норме. А вот его надо лечить. И мы начинаем друг друга переделывать. Но важно помнить, что мы друг друга переделать не можем. Это Божья задача. Бог людей переделывает. Мы можем помочь человеку увидеть, что в нем не так. Чтобы он сам захотел исправиться. Захотел. Однажды один пастор нам после семинара написал такую вещь. Спасибо вам, вы открыли мне глаза. Это же надо, я 30 лет переделывал свою жену. Пытался переделать свою жену. Идиот. Это же надо, каким я был идиотом. 30 лет переделывать Божье творение. То есть 30 лет эта семья была на фазе реальности. Но это хорошо, они дальше не падали. Не скатились. То есть они настолько работали над своими отношениями, что они как бы смогли остаться на этой фазе, не скатываясь дальше. Это вообще их достижение. Но проблема была в том, что они-то только через 30 лет стали полностью, будем так говорить, одной плотью. И у них стала романтика, но в другом уже качестве. Ну и дальше четвертая фаза. Если не работать на фазе реальности. То есть на каждом из этих переходов от одной к другой фазе, на любой фазе можно остановиться и начать работать над отношениями. И все исправить. На любой фазе. И вернуть и романтику, и глубину чувств, и отношения. Но если этого не делать, попадаешь в фазу отдаления. Вот там уже появляются все внебрачные интересы. Вот тут одеваются во всей своей полноте все маски, чтобы хоть как-то делать вид. Но мы уже совершенно отдаленные друг от друга тяжелее друг к другу люди. Если на фазе реальности как-то идет соприкосновение какое-то. Еще хоть что-то пытаемся сделать. Да, тут уже все. Отдаляемся. Полное отдаление. Тут уже постоянное ношение масок идет. И если здесь ничего не делать, то попадаешь в фазу разлуки. Которая бывает либо физической развода. Это развод. Понимаешь, что лучше не будет ни тебе, ни мне, ни детям. Никому от этого не лучше. Потому что все эти проблемы мы понесем дальше. Мы же не научились их решать. А эти проблемы останутся с нами. И повторятся. Но уже настолько все это надоело. Что кажется, развод единственное решение. Да либо бывает эмоциональная разлука. То есть два человека просто становятся чужими друг для друга. Вот. То есть как разлука бывает двух видов. И когда вам задают вопрос. Однажды на телевидении у нас спросили. Вот вы семейные психологи. Ну неужели не бывает такой ситуации. Чтобы вот пришла пара. Вы видите, ну развод это единственное решение. Неужели у вас ни разу так не было, чтобы вот вы посоветовали кому-то развестись. Я так подумал и говорю. Вы знаете. Вот представьте. Приходит больной к врачу. И говорит. Вы знаете. Доктор. У меня вот такие вот симптомы. То-то, то-то болит. Вот здесь вот все вот. Ну все плохо. Что мне делать? И врач посмотрел на него и говорит. Вы знаете. А вот лучшее средство для вас это умереть. Ничего болеть не будет. Сразу все пройдет. Вот надо умереть. Понимаете. Развод это смерть семьи. Ну вы можете представить доктора, который советует смерть. В любой ситуации можно найти выход. И уж если нашу семью Бог сохранил. Даже не из обломков, а из пыли. Мы три раза были не то, что в реанимации. А нас уже на кладбище не слили. Наверное. Ну да. Наша семья превратилась вообще в пыль. Трижды. Мы были на такой грани. Вот. Понимаете. Просто мы сейчас говорим даже из собственного опыта. У многих-многих семей. Что. Захотеть надо. И не просто захотеть. Но и что-то делать. Как мы говорим. Не быть пеньком с глазами. И тогда все остановится. Даже из пипла. Будет потрясающий сосуд сделан. И вот я просто достала. Мне показалось. Может быть сейчас прочитать такую притчу. Чуть не рассказала. С этой притчей все не закончили. Однажды. Ну я просто скажу откуда это я зачитываю. Сейчас выходит новая наша книга. По ВИЧ-ШПИДу. Как консультировать. Потому что сейчас вы знаете, что у нас вообще по России страшная вещь идет. Мы сейчас вышли на уровень Африки. Африка сейчас же вымирает. Все вообще жуткими темпами. И сейчас у нас каждый двадцатый в нашей стране личности целых. От пятнадцати до тридцати лет. Молодой человек. Представляете. Собралось двадцать молодых парней. Один из них ВИЧ-инфицированный. Он даже сам об этом может не знать. Знаете откуда это вы являете? Потому что парни с пятнадцать лет начинают проходить анализы в инкоматах. И обязательно сейчас берут на ВИЧ. У девочек статистика не выявлена. Я так поздравляю, что там даже может быть и больше. Причем они могут даже сами этого не знать. Но они носители ВИЧ. Есть официальные софиты, а есть которые нелегальные. А есть которые нелегальные. То есть официальные это то, что мы говорим. То, что идет в инкоматах. Пять процентов. Пять процентов. Пять процентов. То есть каждый двадцатый человек. Что нужно знать о СПИДе? Потому что это нужно знать каждому. Потому что эти люди, сейчас их больше и больше будет в наших целях. Они придут к вам с вопросом, что делать. Они будут приходить в церковь. Сейчас это становится очень актуально. И нас вот международная организация нам просила написать методичку. Вот она должна выйти где-то в ноябре. К сожалению, мы сейчас ее не привезли. Вот она у нас только в напечатанном варианте. Вот. И методичку мы это составили как вопрос-ответ. Вопрос-ответ. И в каждой методичке поместили такую небольшую, может быть, притчу. Которая поможет раскрыть какой-то момент. Вот одну из притч я хочу просто прочитать. Мне кажется, она подойдет к сегодняшнему. Ну, короче. Я читаю. Я женщина. Однажды Ваня Лопоток пришел среди многих на беседу с мудрецом. Тот отвечал на любые вопросы своих слушателей. И после беседы Ваня подошел к нему с двумя конвертами и сказал. Вот в этом конверте лежит записка с самым важным для меня вопросом. Вы не могли бы написать ответ, положить в другой конверт и запечатить его? Мудрец невозмутево исполнил просьбу. Но когда Ваня Лопоток, поблагодарив, взял конверт и спрятал его в карман, учитель не выдержал и поинтересовался. А когда же ты думаешь прочесть ответ? А зачем мне его читать? Сказал Ваня Лопоток. Я хотел получить ответ на самый важный вопрос и получил его. Больше ничего не надо. Очень часто мы так как страус прячем голову, да? Знаем ответ. Знаем ответ, но не живем поистине. Не надо одевать на себя никаких масок. Если что-то не знаешь, так скажи. Не знаю. Что-то недопонимаешь, так скажи. Недопонимаю. Обратиться к кому-то за советом. Обратиться за советом. Да, к более компетентным, может быть, товарищам. Может быть, еще что-то. Но это сказать труднее. Особенно, если люди держатся за собственный авторитет, да? То есть в данном случае, знаете, вот мы не там поймаемся на мысль, что нам жалко людей, которые не могут быть сами собой. Вообще-то, понимаете, пожалеть. Вот нужно и помочь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok